Лондон на несколько дней стал столицей света. Завораживающие инсталляции, фантастические воздушные создания, проекции на главных зданиях города. Яркий фестиваль охватил сразу несколько площадок под открытым небом. Неоновые шедевры рассматривал и даже управлял одним из экспонатов грандиозной выставки Дмитрий Сошин. Огни большого города в состоянии зажечь любая столица, но устроители лондонского фестиваля света обещали ослепить горожан электрическими шедеврами. Как бы ни старались художники, и что бы они ни придумывали, самая яркая площадь в Лондоне – Пикадилли Сёркус. Ведь рекламные огни ничем не затмишь. Но люди-то приходят не сюда, а туда, где проходит фестиваль света. На Риджин Стрит, улице автомобильных пробок и дорогих магазинов, сегодня открыто воздушное движение. Она из Нидри выгуливает наполненные гелием фантастические создания. Художникам из Леона все равно, как называют их творения – гигантскими рыбами или драконами. Но говорить о них без пафоса французы просто не могут. Они создают фантастический мир, чтобы пробудить в людях высокое поэтическое чувство. И как вы ими управляете? Тут у меня пульт, который меняет цвета. Вот видите, я красный включила. И надо следить за ветром, как с обычным воздушным змеем. Ну кто после таких слов не скажет, а можно мне попробовать? Одно дело управлять воздушным змеем, а другое – держать на привязи воздушного дракона. Его можно двигать в разные стороны. Упс! Главное – не заехать в какое-нибудь здание рядом. Неясно, какой зверь опасней – фантастический или настоящий. В центре Лондона, при том, что до ближайшего зоопарка идти долго, отчетливо слышен рев сердитого слона. Еще бы! Весь вечер стоять на ветру, почти на крыше и позировать толпе с мобильными телефонами. Не испугались? Да, довольно страшно. Пугаешься, когда идешь по улице и вдруг слышишь. Слышишь вот это! Чтобы успокоить нервы, надо отойти всего 300 метров. А там снова задираешь голову и спрашиваешь – что это? Эта странная конструкция называется Лондон 1,8. Но правильнее ее назвать замерзшая медуза, причем обладающая магнетическим свойством. С каждой минутой под ней все больше и больше туристов. Эти люди явно не собираются отсюда уходить. Знают ли они, что магнитную волну именно такой формы пять лет назад зафиксировали сейсмические приборы, когда Японию поразили страшное землетрясение и цунами. Но для многих это лишь красивое облако. Это фантастическое шоу. Такой фестиваль объединяет людей. Несмотря на холод, лондонцы и туристы выходят на улицу и видят город в новом свете. А электрические гости заглядывают в окна ресторанов и гостиниц. Зовут покачаться на качелях в неоновой беседке. Те, кто приехал вечерним поездом на вокзал Кингс Кросс, выходят на улицу и сразу попадают в цирк. Правда, манеж не круглый. Он на старой кирпичной стене. Это же вокзал. Сюда редко приезжаешь просто погулять. А сейчас это как театр, как музей. И здесь оказывается тоже очень красиво. Последние пируэты воздушные акробаты выполняют, когда часы бьют десять вечера. В это время электрический праздник выключают. И на сцене появляется луна. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Первый канал, Лондон.